Я хотела сказать, что в принципе, мы сейчас обсуждаем 100 дней правительства. Про год Еценюка можно говорить долго, много, и в принципе и про год, и про 100 дней лучше всего скажут жители Украины, граждане Украины, которые год назад имели одни условия, сегодня имеют другие условия, на завтра ждут третьих, потому что с ужасом ждут тех тарифов, которые будут, которые связаны с ценой на газ, которая сегодня есть в Украине. Но я опять же хочу сказать то, о чем сегодня говорили первые выступающие в нашей части. Европа, мир в первую очередь сегодня говорят о коррупции, о проблемах внутри, но не говорят о войне. И мне кажется, сегодня, вот для меня это был самый позитивный сигнал, который был сказан. Сегодня, на самом деле, вот это перемирие, которого достигли и президенты, и правительства, и все международные организации, это вот сейчас самое главное. Главное сейчас, чтобы это перемирие все-таки довести и дожать до мира. Это номер раз. А дальше я хочу сказать именно о тех 100 днях, о которых мы сегодня говорим. Плохого я слышала, пока первая часть была, было очень много, я хочу сказать о другом. Почему появилось новое правительство? Потому что нам надо было переизбрать парламент, потому что предыдущий парламент не хотел делать реформ. И мы 8 месяцев ждали реформ в следующем парламенте. Есть новый парламент, есть новое коалиционное соглашение. Выполнило ли его за предыдущие 100 дней правительство? К моему большому сожалению, в большей части нет. Да, антикоррупционная часть практически вся принята, скоро будет антикоррупционное бюро, да сбоку оно начнет работать. Но не проведена судебная реформа, та, которая должна была быть проведена, по крайней мере, в законодательном уровне, в течение 100 дней. Тот проект, который мы приняли в парламенте, был внесен президентом, но не правительством, хотя на самом деле блок есть в правительстве достаточный. Для меня самый большой минус, который прошел за эти 100 дней, это то, что мы абсолютно не то, что не выполнили коалиционное соглашение в экономическом блоке, мы налоговую систему изменили вопреки коалиционному соглашению. Я могу сейчас перечислять и мои коллеги те пункты, которые в налоговой системе не соответствуют коалиционному соглашению, но я хочу сказать о тех позитивах, главном позитиве, который дали нам 100 дней нового правительства. Если раньше общество ждало нового парламента и нового правительства, то сейчас все общественные инициативы, эксперты, общественные разного уровня организации сплотились над тем, что нам надо готовить реформы всем вместе. И никто не ждет теперь, что это должно делать только правительство. Вот есть абсолютная уверенность сейчас в обществе, что мы будем эти реформы делать вместе. Я абсолютно уверена, что мы их будем делать.